МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы лучше слышать, в пенсионном фонде в Чебоксарах установили специальное оборудование для слабослышащих людей. Исполнение бюджета, реализация прорывных проектов, благоустройство территории – это задача для властей Ядринского района. Сегодня в муниципалитете подвели итоги социально-экономического развития. Приоритеты перед руководителями расставил глава республики. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Первые итоги работы муниципалитет подводит накануне очередной годовщины районного центра. На этой неделе Ядрину исполнится 427 лет. Но перед праздником местным властям придется основательно потрудиться. Глава региона отметил, что облик городских улиц портит нескошенная трава, а придорожные полосы буквально утопают в сорняках. Особенно много борщевика. На благоустройство остались считанные дни. Этой заразы у нас 20 лет вообще не было на территории республики. Вообще не было. Это же аллергию дают. Соответственно, организм каждого человека по-разному относится. В 2018 году мы должны гербицидами полностью справиться с этой заразой. У района колоссальный потенциал. И это подтверждают результаты работы крупных промышленных предприятий. Новые рынки продолжают осваивать Ядринский молокозавод и мясокомбинат. Недавно в городе реанимировали и производство ликероводочной продукции. Но чтобы экономика пошла в рост, необходимы новые проекты. Сейчас местные власти ведут активный поиск инвесторов. Молокозаводам планируется увеличение использования имеющихся производственных мощностей по переработке молока путем ввода в эксплуатацию цеха по производству творога. Запланирована модернизация производства на хлебозаводе. Среднемесячная зарплата работников организации обрабатывающих производств составила 16 614 рублей 30 копеек. Местные власти возлагают надежды на высокоскоростную магистраль. По проекту в Ядрине планируют построить станцию и обгонный пункт. Здесь будет создано 150 рабочих мест. Та поддержка и те инвестиции, которые вносятся в район, это одна история. И она нас обязывает, конечно, к эффективной работе. У всех сегодня есть возможность внести вклад в экономику района. Пока же в муниципальной казне доля собственных доходов не так велика. Хотя резервы у района есть. Необходимо активизировать работу по сбору налогов. Ядринские власти должны решить и другую проблему. Долги за услуги ЖКХ в городе превышают 20 миллионов. Причем в ближайшие годы не получится вернуть и половины от этой суммы. По долгам, по жителям есть, конечно, такая проблема. Но будем эту работу усиливать. Внесем изменения в план работы комиссии по погашению долгов. И, соответственно, в этом направлении уже будем более активнее работать. Правительство республики поддерживает муниципалитет. В этом году только на ремонт и строительство дорог из бюджета было выделено более 50 миллионов. Программа она до 2025 года. Поэтому все реальные шансы есть. В ближайшие годы в муниципалитете планируют отремонтировать все ветхие ФАПы и дома культуры. ДК города Ядрин уже преобразился. Недавно здесь оборудовали кинозал современной аппаратурой. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Итоги последнего аукциона по рекультивации пехтулинской свалки вызвали большой общественный резонанс. Напомним, что конкурс выиграла малоизвестная компания с небольшим уставным капиталом. Налицо риск не освоить выделенные средства. Об этом не раз говорил глава республики. Комментарии по этому поводу. Далее. Для нас очень важно, чтобы администрация города Чебоксара приняла все меры для того, чтобы были определены подрядчики, которые бы успели выполнить эти работы. И вот эта вот, скажем, неприглядная свалка, которая мешает жителям города Чебоксара, она просто исчезла. На ее месте появился красивый парк. Я думаю, что администрация города Чебоксара пока еще не приняла все меры. Надо исправить то, что были эти ошибки и решить проблему со свалкой и с торгами. Все жители республики, особенно жители города, знают, что свалка уже закрыта. И мы понимаем, что это твердые бытовые отходы. И эта ситуация не очень хорошо сказывается на экологии. Сейчас, в тот период, пока свалка не рекультивирована, и атмосферные осадки попадают на свалку. И в виде фильтрата большего потока воды они, естественно, могут попасть в почву. И образование биогаза внутри, в теле полигона, это, конечно же, чревато возникновением пожаров. И все вот эти вот вредные вещества, которые выделяются при горении, они, конечно же, могут попасть и в сторону Новоюжного района, и в сторону Нового города. Чем скорее решится вопрос с рекультивацией полигона, тем, конечно же, ситуация вокруг данного микрорайона, данной территории будет более экологически безопасной. Поэтому этот вопрос, конечно, нужно решать как можно быстрее. Сегодня в Чебоксарах простились с председателем Союза женщин Чувашии Ольгой Зайцевой. Женщина с сильным характером, так говорят про Ольгу Зайцеву. Уроженка Донецкой области Украины, она считала Чувашию второй родиной. На протяжении многих лет была бессменным руководителем и вдохновителем женского движения в республике. Она объединила всех чувашских женщин в одну семью. Все, собираясь вместе, делали одно дело, такая энергичная, трудолюбивая. Но она очень любила жизнь, все время говорила, надо жить, и надо жить на благо дела. Она всегда находилась в гуще событий. Была депутатом научно-боксарского городского собрания и госсовета Чувашии двух созывов. Возглавляла комитет по социальной политике, здравоохранению, физической культуре и спорту «Союз женщин Чувашии». Ушла из жизни наша наставница. Она была настоящим бойцом и показала пример твердости духа. Она учила нас доходить выход из любой ситуации. Она дарила такой оптимизм. Ольга Юрьевна для меня была тем человеком, который помогал мне поверить в себя и двигаться дальше. Радоваться жизни и двигаться дальше – этому принципу Ольга Зайцева следовала всегда. А любовь и уважение к человеку, сохранение нравственных ценностей считала самым главным. Ее добрые дела навсегда останутся в памяти жителей Чувашии, а все задуманные ею проекты обязательно воплотятся в жизнь. Ольга Юрьевна для меня Быть или не быть – новые детские площадки в одном из дворов северо-западного района. Там состоялись общественные обсуждения проекта благоустройства дворовой территории. Этот двор дома номер 20 по проспекту Максима Горького можно назвать проблемным. Асфальт в пешей зоне полуразрушен, а в самом центре детской площадки красуется заброшенное здание – бывшая трансформаторная будка. Наш двор достаточно давно нуждается в том, чтобы реконструировать дорогу, дорожное покрытие. Детки у нас разбивали тут коленки, дышали пылью, цементом. Ну и, собственно, сама площадка, которая у нас есть, требует изменений существенных. Просьбы жильцов были услышаны. Благоустройство территории включили в программу формирование современной городской среды. Жителям представили дизайн-проект. В нем предусмотрен ремонт проезда и тротуаров, установка светильников. А на месте заброшенного здания должна появиться современная спортивная площадка. Цель данной программы – благоустройство дворовых территорий. И к нам поступают периодические заявки от жителей нашего города, нашего района, о том, что мы им помогли благоустроить дворовую территорию. И сегодня как раз это очередной двор Горького, 26. Сегодня здесь, на данном мероприятии, мы обсуждаем уже проектное решение. То есть мы именно хотим услышать мнение жителей данного дома. Вместе с собственниками в разговоре приняли участие архитекторы и представители территориального общественного самоуправления. Все вместе детально обсудили заложенные проекты в работе, предложения жильцов. Важным горожане считают ограждение игровой площадки от проезжей части. Хорошо бы, если спорткомплекс включат турники и шведскую стенку. Все пожелания жителей дома будут учтены, подчеркнула глава Московского района. Итоговый проект благоустройства дворовой территории можно будет увидеть на сайте района. В этом году, благодаря проекту формирования современной городской среды, в столице республики будет комплексно благоустроено около 20 дворовых территорий. Дарина Игнатьева, Сергей Атушкин, Республика. Услышать приглашение к специалисту теперь смогут слабослышащие посетители пенсионного фонда в Чебоксарах. Там установили специальное оборудование. Подробности далее. Чтобы не пропустить свою очередь, Адалина Замикова напряженно следит за табло. Номера талонов и кабин для слабослышащей женщины объявляют слишком тихо. Но и после того, как она попадает к нужному окну, трудности не заканчиваются. Предстоит беседа со специалистом. Однако сегодня Адалине предложили протестировать новое оборудование для инвалидов по слуху. Сейчас буду громкость настраивать. Когда слышно будет? Слышно, да? Перерасчет будем по нестраховым периодам по детям. Заявление регистрировать. Работает оборудование так. После настройки слухового аппарата специальные индукционные панели усиливают речевые сигналы и устраняют лишние шумы. Сегодня пришла удобно, все понятно. Перед микрофоном прям все понятно. Думаю, что любой слабый клик человек может услышать, о чем говорит специалист. После устранения всех технических недочетов слабослышащие люди смогут получать консультации у любого специалиста без сопровождения и сурдоперевода. Еще не все сделано, поскольку мы, кроме нашего здания управления пенсионного фонда города Чапасар на улице Калинина, еще имеем другой наш офис на Московском проспекте. Там тоже предстоит такую работу нам провести. Пенсионный фонд – это вообще самая крупная структура, которая предоставляет услуги инвалидам. Следующий шаг по созданию доступной среды – использование данных федерального регистра инвалидов для назначения пенсии и ежемесячных выплат. А это значит, что подать заявление можно будет через интернет, не выходя из дома. Ольга Пырычкина, Дина Кустова, Александр Петров, Республика. В одном из детских лагерей Республики проходит профильная смена российского движения школьников. В ее рамках предусмотрены панельные дискуссии с представителями самых разных профессий. Вчера воспитанники лагеря встретились с министром информационной политики и массовых коммуникаций Александром Ивановым и руководителями ведущих СМИ региона. Дети в медиапространстве. Название дискуссии подобрано не случайно. Сегодняшние школьники быстрее взрослых осваиваются в информационной среде. У одних из присутствующих – собственный канал на YouTube, у других – колонка в школьной газете. Даже несмотря на это, воспитанники лагеря поначалу стеснялись живого общения. Как ни крути, выступают известные личности региона. Но постепенно завязалась дружеская беседа в формате живого диалога. В ходе него обсуждались актуальные темы для школьников и юношеских СМИ. Начинающие журналисты интересовались, как долго готовится газета, не затмили ли печатное слово сетевые ресурсы и как подбирается информация в новостную колонку. Уважающие себя средства массовой информации, будь газета, будь телевидение, радио, неважно, они все имеют на руках перечень мероприятий важных, политических, экономических, значимых. Мы сами знаем, что об этом нужно обязательно говорить. Наше население должно получать эту информацию. Политика, реклама, авторские права. РДШ-шники интересовались самыми разными темами. Речь шла и о безопасности в интернете. Пару ценных советов ребятам дали специалисты из Роскомнадзора. Какими навыками должен обладать современный журналист? Пожалуй, это самый важный вопрос, который задали спикерам дети. Главный редактор советской Чувашии Владимир Васильев отметил, что в настоящее время не хватает профессиональных фотокорреспондентов и верстальщиков. Руководитель Грани Наталья Колыванова подчеркнула, что современной журналистике нужен универсальный солдат, готовый самостоятельно писать и верстать статьи. Исполняющая обязанности директора национальной цели радиокомпании отметила, что журналист должен быть настойчивым и любопытным. Погружаться в будущую профессию необходимо уже сейчас. Мы тоже много работаем с детьми, на национальном телевидении у нас есть две программы в детской редакции. И хочу вам сказать, что в ближайшее время мы на самом деле сейчас хотим расширять нашу детскую редакцию, делать новые детские программы, поэтому те, кто хочет стать телезвездой, у вас будет этот шанс. Совсем скоро мы объявим кастинг детей ведущих. По итогам дискуссии ребята получили ценные призы от руководителей ведущих СМИ Республики. Но самым главным приобретением для ребят стали далеко не подарки. Дискуссия была обалденная. Я лично получила море позитива, море энергии. Я узнала очень много интересного. Здесь было очень много познавательного. Александр Степанович нам море всего рассказал. Было очень приятно, что они приехали помочь нам. Мне очень нравится общаться, снимать все на камеру, монтировать самой. Это очень интересно. Дарина Игнатьева, Оксана Чкасова, Арена Гавелян, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Впереди вас ждет полезная информация, а затем программу «По существу». Гость студии, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Почуваший Анатолий Иванов. А вот маленький или большой? Маленький. И где вы купили? В магазине или в интернете? В магазине. Игровую комнату в детской больнице номер 3 открыли совсем недавно. Мама Светлана с сыном Кириллом помогают распаковывать игрушки. Очень много игрушек подарили. Дети очень рады. Мама тоже очень рада. У меня даже ребенок сказал, что дома не хочет. Дома столько игрушек нет. Куклы, домики, конструкторы, машинки. Для маленьких пациентов это не только игрушки, но и средства реабилитации. О досуге ребят позаботилась группа компании «Детский мир». Проект «Операция игрушки» существует уже 4 года. За это время появилось около 250 игровых комнат. Из них 13 в Чебоксарах, в Республиканской детской клинической больнице и городской детской больнице номер 3. Игра вообще для ребенка является одним из методов развития, одним из ступеней в развитии. Как в речевом, так и в двигательном развитии. Поэтому мы очень благодарны за открытие этой комнаты. Наша компания, она делает мир детей интереснее, ярче, скажем так, более позитивной. И, соответственно, наш благотворительный фонд внедрил такую программу для того, чтобы пребывание их здесь оказалось более позитивным и ярким. Соответственно, не вызывало у них негативных эмоций, а наоборот, они были положительные. Детский мир проводит еще одну благотворительную акцию. Участвуйте. Этому проекту 10 лет с лишним. Подарки от детского мира получают более 200 тысяч детей со всех уголков России и Казахстана. В Чувашии это воспитанники одной из общественных организаций Ищбоксарской школы-интерната. Эта школа у нас под патронажем находится уже более года. Дети очень рады, они прям ждут эти подарки. Покупатель, на самом деле, участвует в этой акции очень активно. Каждый несет свою миссию. Вот у нас есть даже покупатель, который при каждом посещении нашего магазина, покупая питание своим деткам, каждый раз покупает школьные наборы. То есть его, видимо, задача – это порадовать этих детей с этой школы-интерната, обеспечить их нужными вещами к школе. Порадовать таких детей можете и вы. Нужно выбрать подарок и оставить его в специальном манеже около КАС в одном из магазинов сети «Детский мир», которых насчитывается уже три в Чебоксарах и один в Новочебоксарске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова